Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы поговорим о чехословацком игросмейстере Рихарде Рейти, а конкретнее о его вкладе в шахматную композицию. Будучи одним из сильнейших шахматистов своего времени, Рихард Рейти был подлинным новатором не только по части дебютной теории, но и в деле составления этюдов. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет об одном из самых знаменитых шахматных этюдов, который был опубликован в 1921 году. Вряд ли среди вас, уважаемые зрители, найдутся те, кто не знаком с этой позицией. Но все же, если таковые есть, я им настоятельно советую поставить видео на паузу и самостоятельно отыскать решение этого этюда. Задание – ничья. То есть белые начинают и делают ничью. Поначалу невозможно поверить в реальность задания. Черный король в двух шагах от белой пешки, а черная пешка как будто неудержима. И все же белые ее догоняют. Конечно, если белый король отправится в догонку за пешкой по прямой, то совершенно не видно никаких идей, которые помогли бы белым спастись. Но белый король применяет неожиданный и очень хитрый маневр. Король G7. Кажется, что и в этом случае дела белых безнадежны, но это лишь на первый взгляд. Черные также играют H4, король F6. Если черные прямолинейно сыграют H3, то белый король неожиданно приходит на помощь своей пешки. После король Е6 ничья на доске. H2 C7, король B7, король D7, H1 ферзь, C8 ферзь шаг и это ничья. Как мы видим, дальнейшее движение черной пешки не дает им шанса на победу. Но что же в случае король B6? Белые отвечают король Е5. Посмотрите внимательно. С одной стороны, белый король вновь готов поддержать собственную проходную, а с другой может уже на следующем ходу войти в квадрат черной проходной пешки. Последнее обстоятельство, глядя на начальную позицию, кажется совершенно фантастическим, но это суровая реальность. Если черные заберут на C6, то последует как раз король F4 и это ничья. Белый король догоняет пешку. Ну а если пойти H3, то, как уже было сказано, король D6, H2 C7, H1 ферзь, C8 ферзь и снова на доске ничья. Как же случилось чудо и белые спаслись? Вся соль в необычной геометрии шахматной доски. Кратчайшее расстояние на ней не обязательно измеряется по прямой линии. Путь короля между полями H8 и H2 занимает ровно 6 ходов, как при прямолинейном движении, так и при зигзагообразном. Но во втором случае черные вынуждены были сделать два лишних хода королем, и их пешка потеряла скорость. В прямоугольном треугольнике H8, E5, H2 с точки зрения скорости движения белого короля сумма катетов равна гипотенузе. Такое возможно только в шахматах. Нужно сказать, что этюд рети произвел огромное впечатление на современников. Подобное движение короля, преследующее двоякую цель, получило название маневр рети. В дальнейшем подобный мотив использовали и в других этюдах. Разумеется, маневр рети может встретиться и в реальной партии. Сейчас мы, уважаемые зрители, рассмотрим два примера использования маневра рети в одном из этюдов и в окончании партии известных шахматистов-современников Рихарда рети. Перед вами этюд соотечественника Рихарда рети, известного чешского композитора Прокеша. Этот этюд был составлен в 1947 году. Больше 20 лет прошло с момента опубликования знаменитого этюда рети, но, как вы видите, тема маневра рети в шахматной композиции не перестала быть популярной. В этом положении белые спасаются похожим образом. Король c8, король c6, король b8 и король b5. Кажется, что черные задерживают проходную пешку соперника, а белый король не успевает в квадрат черной пешки. Но после точного хода король b7 становится ясно, что белые, угрожая сыграть a6, успевают все-таки задержать черную пешку. После вынужденного король a5, следует король c6, h5, король d5 и белый король успел в квадрат черной проходной. На доске ничья. Ну а теперь пример из практической партии. Международный турнир в Карлсбаде 1929 год. Англичанин Фредерик Эйтс играет против известного американского шахматиста Фрэнка Маршалла. Эта позиция выиграна для белых. В распоряжении Эйтса было несколько хороших ходов. Лучше всего, по-видимому, сыграть ферзь c2, нападая на пешку a4. После a3 король c4 и на король a1 связка пешки b2. Черные развязываются, но белые с помощью шаха на b3 решают исход партии. После король a1 совсем просто. Забираем на a3, на король b1, играем король c3 и мат в пару ходов. Но вместо того, чтобы рассчитать несложный вариант и быстро выиграть партию, Эйтс решил отдать ферзя за новоявленного ферзя соперника и сыграл король c4. Маршалл поставил на доску ферзя, произошел размен, король b4 и уже знакомая нам картина. Как вы уже догадались, находчивый американец обнаружил единственный ход король b2, который дает ему ничью. Конечно же, угроза a3 очень серьезна, нужно бить пешку, король c3, f4, король d4 и соперники согласились на ничью. Конечно, этюд Ретти очень сильно повлиял на развитие творческой мысли в шахматной композиции. Помимо чисто пешечных этюдов, маневр Ретти применялся в композициях и с определенным количеством фигур. Конечно, одной из самых знаменитых таких позиций является этюд братьев Сарычевых, но об этом положении речь пойдет впереди. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, а также оставляйте свои комментарии. Не забудьте написать, какова была ваша первая встреча с этим великолепным творением Рихарда Ретти. Большое спасибо за ваше внимание. До свидания.